всем здарова всем привет погода шепчет осталось три дня до начала копки траншеи под монолитную плиту тем временем мы усовершенствуем нашу дренажную систему вот у меня три хлыста 32 полипропиленовый армированный наконец припаял муфту и закрутил вот такой вот фильтр эта часть опустится в дренажную каналу поселка чтобы земли закидала потом в дренажном колодце здесь вот коронка сверлим отверстие уголок вниз и здесь пошла труба туда в каналу здесь еще один получается уголок там муфта и насос соединиться с трубой через муфту с помощью вот такого вот садового армированного фланга сейчас паяльник уже нагрелся сейчас паяем ветерок коронка есть 32 есть 51 я возьму первую чтобы посвободнее было чтобы иначе плотно будет там не совсем будет удобно еще муфты уголки и вот такие муфты с резьбой на три четверти сюда как раз на этот шланг одевается плотненько вкручивается и посмотрим я не знаю есть хомуты нет если хомутов нету то проволочкой здесь стянем все паяем а и и и и и и все паяльник отключили сейчас занимаемся копкой прокапываем небольшую траншею по трубу здесь на втором дренажном колодце копаем здесь вот и потом киркой выбираем камушки и тут укладываем засыпаем сверлим маяем и подключаем уже непосредственно шланг труба уложена щебень назад подсыпал прошелся виброплитой вот так вот она вот выглядит немножко поколочу еще подсыплю остатки засыпаем и там полностью делаем обвязку а так вот конструкция что закидываю вот это все обратно этот грунт и все с этой магистрали дренажа сделано так короче пришлось немножко переделать я удалил вот этот уголок и то что вниз опускалась не удавалось загерметить и загерметизировать этот соединение потому что шланг армированный он по спирали и получалось что хомут вот этой частью он как бы рвал шланг я вот здесь вот так вот перепаял подмотал нить обычную техническую нить и уже надел шланг и проволочкой перехватил в одно кольцо потому что проволочка толстая в два кольца бы не получилось и все у нас с этим колодцем все готово потом единственно останется вот здесь вот протянуть еще провод и поставить здесь непосредственно розеточку и укоротить вот этот кабель из остатков этого кабеля сделать удлинитель этот кусочек положить также внутрь обычной трубы двадцатки наверное полипропиленовый как раз войдет в аккурат чтобы не дай бог не повредить этот провод но это уже как говорится в дальнейшем вот еще раз показываю все четко единственное сейчас поплавок поправлю и пойду убирать щебень под тот колодец не отначали земли так на все эту бренажку я тоже на конку таким же образом два угла два угла прорезь под кабель коронкой 50 под мотал нить и проволоку потому что хомут хомут рвет шланг здесь как будто ничего и не было виброплитой все отколотил и добавил сюда мелкого щебня сеточки вот эти единственное я вытащил потому что они они объективно мешают получается что вода начинают распрызгиваться и размывает тем самым канал а без сеточки получается струйка просто течет и все замечательно так еще раз покажу вот этот колодец но опять же да говорю сюда надо подвести розеточку и укоротить кабель здесь получилось покрасивше все она потихонечку уже дренажка наполняется вода кажется что очень темная за счет того что но черно на выходе там она белая прозрачная что с этой дренажки что-то что стой заняла на все про все порядка 6 7 часов очень много времени ушло на долбежку на вынимание вот этого уже укатанного щебня щебня гравия не знаю как он правильно желтый тут называется но тем не менее все всем спасибо за просмотр посажена наша будущая мастерская ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал всем добра всем пока кеда